Видна ли презентация? Пожалуйста, пришлите плюс или минус. Да, видно. Спасибо. Все, мы готовы тогда начать. Итак, заявленная тема этого вебинара – специфика когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. КПК-С, сокращенно CBC-GOL, Go-Oriented, сокращенно Cognitive Behavioral Coaching, Go-Oriented. И представимся. Меня зовут Василевский Андрей Сергеевич. Я работаю психологом-консультантом, коучем в когнитивно-поведенческом подходе. Также я это совмещаю с предпринимательской деятельностью. Ксения. Да, коллеги, добрый вечер. Зовут меня Ксения Попова, ко мне можно на «ты» и «вы» сегодня, как удобнее. Я бизнес-психолог, тренер-методолог, создаю комплексные образовательные решения и систему обучения для руководителей различных компаний. В основном это FMCG и производственные компании, и я также коуч в когнитивно-поведенческом подходе, хотя у меня есть ещё две школы за спиной. Это Эриксоновский университет коучинга и это школа системного коучинга Дмитрия Димитриева. Вот, ну и тогда, Катя, сегодня с нами наша третья коллега. Да, коллеги, добрый день. В прошлый раз не удалось присоединиться, очень рада всех видеть. Меня зовут Екатерина Осипова. Я являюсь сейчас руководителем корпоративного университета крупной финансовой компании, тоже бизнес-психолог, коуч, бизнес-тренер. В основном работаю с руководителями разного уровня и топ-менеджерами. Внедряем коучинговый формат взаимодействия внутри корпораций и работаю вот с сотрудниками, с руководителями и применяю как раз коучинговые подходы в бизнесе. Спасибо, Ксения и Екатерина. И тогда... Тогда мы начнем примерно так же, как в прошлый раз. Да, мы решили, что это будет наша маленькая приятная традиция. И начнем мы с задач, которые сегодня хотели бы обсудить и которые, как нам кажется, могли бы быть и у вас тоже стоять перед вами в связи с тем, что мы увидели в результатах проведенных опросов. Итак, задача – понять, в чем специфика КПК-С в рамках подхода КПК, когнитивно-поведенческого подхода, в методологии, в решаемых задачах и в профиле клиентов. И какие видятся сложности на сегодняшний день в решении данной задачи? Ну, во-первых, как я думаю, некоторые из вас, а может быть и все уже увидели, что книг по когнитивно-поведенческому коучингу на русском языке нет, по КПК-С ни на русском, ни на каких-то других пока еще тоже нет. КПК-С, ВИСИ, КПК-Ц, то есть есть на сегодняшний день две методологии в рамках ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, тогда было бы интересно здесь разобраться, в чем у них разница. Ну и третья такая сложность – практически сейчас не у кого узнать опыт обучения и использование КПК-Ц, а в основном те люди, у которых это возможно сделать, находятся здесь и сейчас. Вот такие задачи и сложности мы видим. И тогда следующий слайд, пожалуйста. Если говорить про цели, то для нас она видится в следующем. Заинтересовать вас когнитивно-поведенческим коучингом, ориентированным на цели. Все очень просто и даже, наверное, отчасти банально. Но почему именно эта цель, мы расскажем чуть позже. И тогда, наверное, она станет более понятной. А теперь хотелось бы, как и в прошлый раз, узнать, какова же ваша цель на эти 60 минут. Можно сказать вслух, можно написать в чат. И это вот ответ на вопрос, что здесь такого могло бы произойти, чтобы вы точно через 60 минут сказали, что они были прожиты не зря. Может быть, у вас есть какой-то вопрос. Может быть, есть какой-то кейс. Может быть, есть какие-то свои гипотезы, идеи, которые хотелось бы поделиться, либо которым бы хотелось подтвердить, либо наоборот опровергнуть. А вот, пожалуйста, поделитесь этим. Катя, я тогда... Да, можно тебя, Екатерина, попросить? Да, коллеги вот в чате уже пишут, что понять отличие от обычного коучинга, ознакомиться с подходом. Сейчас еще что-то появится. Можно голосом, мне кажется, озвучить. Да, конечно. И пока появляется, можно тогда уточнить, когда вы говорите обычный коучинг, что имеете в виду? Тоже так важно. Вот еще появляется в чате. Я коуч ICF, и сейчас учусь Рэпт. Очень интересует, как совместить одно и другое. Хороший, мне кажется, вопрос. Да, вот не знаю, насколько мы с Рэпт сможем вот здесь прям такую параллель провести, но, по крайней мере, попробуем в общем когнитивно-когенеденческом подходе. Возможно, вы увидите вот эти связки, смычки, стыки. Спасибо. Есть желание выбрать для себя дополнительное направление для обучения, поэтому здесь в чем отличие от КПТ-психотерапии. То есть отличие коучинга от КПТ-психотерапии. Читаю и изучаю КПТ-подходы самостоятельно. В чем специфика КПК-С? Ведь в рамках не КПК-коучинга у клиента тоже решаются задачи достичь цели. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ну, пока в целом укладывается то, что мы подготовили. И в конце тогда уже посмотрим, насколько удалось ответить на ваши вопросы. Итак, цели еще можно дописывать, если кто-то сейчас пишет, мы их озвучим. И тогда идем дальше. Цель мы проговорили. И тогда, а в чем ценность этой цели? И в чем здесь личностный смысл для нас? Да, это познакомиться с вами и понять, какое знание о КПК-С вам нужно, чтобы осознанно выбрать направление, либо школу коучинга, либо определиться с каким-то иным выбором, который, возможно, перед вами стоит. И тогда этот же вопрос я сейчас адресую и вам. А в чем ценность и личностный смысл всего происходящего для вас? Другими словами, если вот эта цель, которую вы обозначили, либо о которой сейчас только подумали, она осуществится, то тогда что для вас произойдет? Что изменится в вас, в вашей жизни, в вашем окружении? Вот, например, да, я вот сейчас смотрю на запрос Наталья. Да, если удастся, когда удастся понять, да, в чем совместимость коучинга с РЭП, что тогда станет возможной для вас? Чему это важно? Это я просто на вашем примере. Будет осознанный выбор. Там абсолютно коучинговые вопросы. Осознанный выбор, да, осознанность – это наше все. Можно мне сказать? Да, конечно. Да, Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Я прошла КПТ первый уровень, да, я говорю, вот, читала кейс. Вопрос в другом, вопрос, наверное, для меня, просто посмотреть на возможности, еще большее возможности, да, КПТ, заглянуть немножко с другого ракурса. И так как я общаюсь еще с людьми по другой профессии, то есть я часто психолог, и плюс к этому я еще работаю в недвижимости, да, в тесном. Отлично, отлично, спасибо, спасибо, Екатерина. Вы у нас сегодня первый голос, можно сказать, всех участников. Первый голос. Я надеюсь, что да, мы сможем на этот вопрос все вместе попытаться ответить, найти ответ. Здесь коллеги еще пишут, я найду новые подходы для работы с клиентами, смогу, используя эмоции клиентов, помочь им достигать целей, расширение профессионального репертуара, возможность предложить клиентам более адресно работающий инструмент, появится профессиональный интерес и дополнительные компетенции. Здорово. Спасибо вам, коллеги, за ваши ответы. А вот еще коллеги пишут, я не очень поняла, а быть, АДМ-модель из вашей статьи в облаке, будет здорово прояснить для себя работу по ней. Коллеги, еще сразу озвучу, здесь есть вопрос про необходимость прохождения базового курса КПТ, для, чтобы учиться коучингу? Я думаю, мы на него ответим в конце, потому что мы к этому вопросу чуть-чуть прям сегодня коснемся, и да, станет это чуть более понятно. Ага, модель АБЦ поняла. И вот пишут еще коллеги, я аппликант уровня ACCIC, мне интересно, более глубокая работа с эмоциями, постоянно в практике в них упираемся. Да, да, добро пожаловать в клуб любителей когнитивно-поведенческого коучинга. Собственно, наверное, и с нами такое в какой-то момент произошло, то есть уперевшись в необходимость получения инструментария, пришли в когнитивно-поведенческий подход. Подскажите, а где ссылка на облако и презентации? Все, Андрей уже дослал ссылочку. Думаю, можно двигаться дальше. Да, ну вот я думаю, как раз то, о чем пишет Елена по поводу более глубокой работы с эмоциями. Вот мы там между тем, как этот вопрос возник, и мы пришли в когнитивно-поведенческий коучинг, мы сначала очень много этих вопросов задавали всем окружающим. Ну вот тут путь такой был тоже тернистый, неблизкий. Если будет интересно, потом поделимся. Итак, окей, как же мы будем идти к нашей цели, к вашим целям вместе с вами в течение этого часа? Начнем мы с презентации и параллельного обсуждения. Вопросы можно задавать в чате или голосом. Мы будем делать для этого паузу между смысловыми блоками. На это примерно уйдет 40 минут, может быть, чуть 5 минут таким люфтом мы берем. Чуть больше, чуть меньше. Далее, 15 минут мы отводим на любые вопросы, комментарии, предложения по теме коучинга, когнитивно-поведенческого подхода в коучинге и психологии коучинга в целом. Ну и планируем завершить ваши обратные связи о вебинаре. Очень будет нам ценно и полезно ее получить для себя. Итак, если говорить о том, что сейчас было, начиная с вопроса, либо с утверждения про задачи, сложности, цель, личностный смысл, то мы проходили по основной карте, когнитивной карте, либо концептуализации, либо очень условно можно назвать это протоколом, который мы используем в когнитивно-поведенческом коучинге. Мы проговорили про ситуацию, мы проговорили про цель и будущее. Далее был третий, четвертый уровень целей, ценностей и личностный смысл, прошу прощения. А вот второй уровень убеждения и знания, мы его пока не затронули. И у нас к вам, коллеги, будет просьба в конце как раз-таки этого вебинара поделиться обратной связью. Возможно, вы заметили какие-то свои убеждения, какие-то вопросы, сложности проявились за этот час. И также будет интересно услышать от вас обратную связь по поводу знаний, которые вы сегодня получили. Да, возможно, какие-то были инсайты, возможно, увидели для себя новые ресурсы, пути, направления. В общем, вот что-то такое, если это случилось. Надеемся, это случится. Вот, поэтому в конце обратную связь хотим от вас услышать в подобном формате. Ну и так как про когнитивно-поведенческий коучинг, ориентированный на цели, за один час просто невозможно рассказать в том объеме, в котором хотелось бы, мы вас вот хотим потом отправить, направить к основным ресурсам, в которых можно подчеркнуть больше информации. Это статья в сборнике 8-го международного съезда АКПП «Когнитивно-поведенческий коучинг как инструмент определения и достижения целей». Это доклад на при-сиби-ти форуме на YouTube-канале АКПП. И вот здесь вы видите таймер, отметку. Это мастер-класс CBT-форум на YouTube-канале АКПП. Это предыдущий вебинар, который состоялся 2 августа на тему отличия когнитивно-поведенческого коучинга от других направлений школ коучинга. И это еще два ресурса. Это YouTube-канал «Когнитивно-поведенческий коучинг» и секция «Коучинг АКПП» также в ТГ. Если вас там еще нет, присоединяйтесь, там есть много интересных материалов. Есть и будет еще больше. Вот, собственно, то, что хотела сказать я, Андрей. Перехватывай инициативу. Спасибо. Я выслал сейчас в чат сборник съезда этого года. Можете посмотреть. Там есть две статьи про коучинг. Ну и вот статья про методологию когнитивно-поведенческого коучинга ориентирована на цели. И на прошлой встрече, на прошлом вебинаре мы также говорили о том, в чем отличие когнитивно-поведенческого коучинга от других направлений школ коучинга. И в результате анализа самых разных определений, самых разных школ, самых разных авторов мы пришли к тому, что в них присутствует несколько слов, которые буквально повторяются. То есть это слово «цель» или «результат». Это разные глаголы, но которые сводятся к смыслу сопровождения. И это получается деятельность по сопровождению человека в определении достижения своих целей, по сути. Но вот содержательная часть, то есть как это делается с применением чего конкретно, каких техник, каких знаний, вот эта вот составляющая, она присутствует только в психологических направлениях коучинга, то есть тех коучингов, да, у которых есть перед слово «коучинг» приставка, означающая психологическое направление, то есть гештальт, психоаналитический, НЛП, транзактный и так далее. Ну, когнитивно-поведенческий, конечно же. Там становится понятно, что за содержание использует коуч, да, то есть что за техники конкретно, какой подход он использует в основном в своих сессиях, в своей работе. Поэтому мы обозначили вот этот подход такими общими словами, как знание о мышлении и поведении. Ну, и здесь просматривается когницы мышления и, соответственно, поведенческая составляющая. И задача, одна из задач, целей этого семинара, как я услышал вот из ваших, ваших описания целей, как для себя вы их видите, это все-таки понять, в чем же отличие вот коучинга, такого условно, буду говорить, не психологических, хотя понятно, что в коучинге очень много психологического. Даже если конкретно не дается ссылок и упоминаний каких-то конкретно подходов, каких-то авторов, каких-то книг психологических из научной психологии, то все равно так или иначе научная психология и в том числе и психотерапия в значительной степени присутствуют в любом коучинге. Ну, условно говоря, буду вот так вот очень условно разделять и определять не психологический коучинг. И психологический коучинг, то есть тот, который ссылается конкретно на какие-то знания в каком-то конкретном направлении, то есть когнитивно-поведенческие, там опять же психоаналитические и так далее. И получилось сделать вот такую вот таблицу, в которой есть то, что определяет по сути любую деятельность. То есть зачем эта деятельность, как в этой деятельности действует субъект этой деятельности. И поскольку мы не можем говорить здесь об объекте, то есть о клиенте как об объекте, это тоже субъект, и он активно действует, активно работает, даже может быть более активней, чем коуч, поэтому мы говорим вот о втором субъекте этой деятельности, то есть как действует, как себя проявляет клиент. И вот здесь появляется содержательная составляющая, то есть что конкретно, конкретно, да, не как в общем он делает, что делает, да, а что конкретно он использует, какие знания, какие техники, откуда эти техники, то есть ответ на вопрос, что делается. И посмотрим, что получается в результате этого анализа. Опять же, это авторское мнение, если какие-то моменты вызывают у вас сомнения, то мы готовы обсудить это и дополнить, поправить этот анализ. Значит, ну вот этот непсихологический коучинг, да, школы, направления. Как мы сделали вывод из анализа определений, вот все-таки центральное, что встречается чаще всего, это определение достижения своих целей, или там получение результата, или повышение продуктивности, но продуктивность это тоже, по сути, некая такая цель продукта, да, и так далее. Или там изменение состояния, конкретное изменение состояния, все это говорит о какой-то более точной, четкой формулировке какой-то цели, и, соответственно, создание плана по ее достижению. То есть вот для этого этот вид деятельности. И вот я недавно услышал, что коучинг — это метапрофессия. То есть вот если все остальные профессии, они профессии, да, они вот когда кто-то делает что-то, то вот коучинг — это метапрофессия. То есть она как бы над всеми вот этими вот профессиями, по сути, она помогает вот как раз заниматься, реализоваться во всех остальных профессиях. Вот, ну это так, ремарка. Интересное название определения тоже коучинга. Когнитивно-поведенческий подход в коучинге, и здесь мы не говорим о некоем когнитивно-поведенческом коучинге. По той же причине, по какой вот когнитивно-поведенческий терапевт, как правило, это терапевт, который работает все-таки в каком-то направлении более конкретном и в какой-то школе с помощью какой-то конкретной концептуализации, да, по какой-то конкретной схеме, алгоритму работы. То есть это либо вот репт, который упоминался сейчас, либо это когнитивная терапия Рана Бека, либо АКТ, да, третья волна, там, DBT, CFT и так далее. Хотя все это когнитивно-поведенческая терапия. Вот, ну, всегда идет уточнение. Я КПТ-терапевт в таком-то, таком-то, таком-то направлении. Но вот если говорить о когнитивно-поведенческом подходе в коучинге, то этот подход формулируется так, что деятельность коучинговая, когнитивно-поведенческого коучинга направлена на преодоление психологических барьеров клиентов, не имеющихся психических расстройств, чтобы эти клиенты могли решить свои сложности, достигнуть целей и повысить свою продуктивность. Вот, то есть здесь акцент делается именно на преодолении неких психологических барьеров, но которые не являются еще расстройствами, ну или не являются просто расстройствами. И здесь тоже присутствуют цели, да, то есть для чего преодолевать барьеры? Для достижения все-таки каких-то конкретных целей и решения каких-то конкретных задач. Но понятно, что если решается некий психологический барьер, то это распространяется и в целом на жизнь, на работу, на деятельность, то есть есть такой эффект длительности и такого общего характера. Что же в методологии когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированного на цели. И здесь вы видите, что для определения достижения своих целей, в том числе благодаря преодолению психологических барьеров, то есть здесь фокус все-таки сохраняется, как в непсихологическом коучинге, как просто в коучинге. Акцент сохраняется все-таки на том, что клиент пришел не для преодоления психологических барьеров, это лишь средство, а он пришел для решения каких-то своих задач, сложностей, но есть какие-то в том числе и препятствия психологического характера в подавляющем количестве случаев, с которым, скажем, я сталкивался. Как действует коуч? Он создает условия. То есть он, по сути, создает условия, в которых действует уже сам клиент. И создает условия для чего? Для исследования. В основном деятельность, которая происходит на коучинговой сессии, это вот такой процесс исследования, осознания, осмысления клиентом своей ситуации, себя, своего будущего и так далее. И, конечно же, планирование действия для решения задач и достижения целей. Когнитивно-поведенческий подход создает условия для осознания изменения мышления поведения. Видите, здесь условия уже в определенном фокусе на мышлении именно поведения. Этому уделяется повышенное внимание в когнитивно-поведенческом подходе. И в КПК-Ц, опять же, акцент остается все-таки на исследовании ситуации, решении задач и планировании действий. Но, опять же, в том числе, благодаря осознанию изменения клиентам своего мышления и поведения. Как действует клиент? Ну, понятно, что в коучинге он активную позицию занимает. И это ключевой аспект коучинговой деятельности. То есть он активно исследует ситуацию, ищет решение, планирует действия. В когнитивно-поведенческом подходе он больше сфокусирован, опять же, с помощью коуча, но больше он сфокусирован на своем мышлении и поведении. То есть что такого дисфункционального или что такого мешающего, препятствующего в его поведении и мышлении, уже чтобы добиться какой-то цели или прийти к какому-то результату. И в КПК-Ц это активно исследует ситуацию, ищет решение, планирует действия, так же, как и в коучинге, но здесь появляется вот это дополнение, в том числе благодаря исследованию и планомерному изменению своего мышления и поведения. И знания метода техники, используемые в коучинге такого непсихологического характера, это разнообразные теоретические представления. То есть они набраны из совершенно разных областей знания, в том числе и психологии, и в том числе и психотерапии. Вот нету какого-то такого единого и научного источника этих знаний. И, честно говоря, редко даже делаются какие-то ссылки на какие-то научные источники и так далее. То есть там используется все, что полезно, так сказать, в практике. И техники, опять же, из разных видов практики. Это и фасилитация, и дидактика, и прочие другие виды деятельности, менеджмент и прочее. И также, конечно же, эвристика, потому что эвристика — это вот приемы решения сложных задач, нахождение нетривиальных решений. Так или иначе в коучинге занимают ключевую роль. В когнитивно-поведенческом коучинге превалирует когнитивно-поведенческий подход, то есть знание метода и техники из когнитивно-поведенческого подхода. В КПК-Ц все то же самое, что и в коучинге, только уже конкретно теоретические представления из когнитивно-поведенческого подхода, но обязательно гуманистические направления, потому что мы знаем, что гуманистическая составляющая И характер вообще когнитивно-поведенческого подхода, то есть он гуманистический во многом. И, конечно же, знания из научной психологии. Тут слово научное ключевое. То есть в этом подходе используется только проверенная научно обоснованная информация. Техники из разных видов практики также, да, и приемы решения сложных задач из эвристики. Проанализировали вот эту ситуацию, мы, прочитав, ну, я думаю, все книги на данный момент, посвященные когнитивно-поведенческому коучингу, это авторы Артур Фриман, Винди Драйден, Майкл Нинан, Стивен Пальмер, Оанна Дэвид и Хелен Виттон. Вот набрав в поисковике вот этих авторов, вы тут же найдете статьи их на английском языке и, возможно, книги, которые можно приобрести и прочитать. Ну, по поводу непсихологических школ направлений мы судим, конечно же, по своему опыту, потому что у всех у нас есть базовое образование, причем в разных, да, в разных коучинговых организациях. И вопрос коучинг, чем отличается от консультирования, чем отличается от терапии? Вот вы задали, кто-то задал вопрос, да, пожелание в качестве цели своей обозначили, узнать, в чем это отличие. Ну, частично мы уже ответили на этот вопрос выше. Сейчас можем сформулировать вот кратко и лаконично таким образом. Терапия – это фокус, фокус, да, на решение проблем, связанных с определенным психическим расстройствами и дисфункциями. И если вот это слишком лаконично звучит, то можно еще так добавить. В основе работы КПТ-терапевта с пациентом всегда лежит цель вернуть ему психическое и физическое здоровье, помогая избавиться от нежелательного поведения и эмоций путем изменения его мыслей. Консультирование – это уже фокус не на решение проблем, связанных с психическими расстройствами, а на решение трудностей психологического характера в повседневной жизнедеятельности, общении и так далее, которые мешают его самореализации и продуктивности. И коучинг. Коучинг – фокус на определении достижения клиентом его конкретных целей в профессии творчества и личной жизни, при том, что преодоление препятствий психологического характера является важнейшей его составляющей, но не единственной. И вот это вот ключевое отличие. То есть здесь фокус перемещается уже на достижение, на определение сначала своих целей, а потом достижение их. И вот эта психологическая составляющая, она лишь как одна из возможных препятствий, которые лежат на пути достижения желаемого. И здесь вот мы часто говорим о слове, таком понятии «цель», и важно определиться, что же мы подразумеваем под словом «цель», потому что существуют разные определения этого слова, понятия. Но так мы его понимаем, так мы его для себя определили в рамках подхода направления к АПК-Ц. «Цель» — это осознанный, конкретизированный образ желаемого результата в виде объекта состояния или процесса, обусловленным возможностями, ценностями и личностным смыслом человека. То есть цель мы понимаем как некую интегративную вещь, в которой интегрируется все в человеке. То есть обязательно в чем его личностный смысл, как он себя представляет в этом желаемом будущем, когда он достиг этой цели, какие у него ценности, чтобы не было противоречия одного с другим, и какие у него реальные есть возможности, способности, чтобы достигнуть эту цель, чтобы она была экологичной, достижимой. И вот тут мы вспоминаем про смарт, про смартирование цели, конкретизацию цели. И слово «конкретный» — это, конечно, тоже ключевое в определении цели. Вопрос «как когнитивно-поведенческий подход интегрируется в структуру коучинга». Ну вот рассматривая таблицу выше, можно увидеть, что, по сути, что там происходило. Коучинг плюс когнитивно-поведенческий подход и получается нечто вместе. То есть какие-то коучинговые моменты плюс моменты из когнитивно-поведенческого подхода. Но как это происходит естественным образом и гармонично? Гармонично это происходит благодаря ориентации на цель в первую очередь. И цель, опять же, вот вспоминаем про ту формулировку цели, которая была выше. А основное вообще, что происходит в процессе коучинга, это процесс исследования. Процесс осознания, осмысления клиентам себя, своей ситуации, своего будущего, своей цели и так далее. Но вот этот вот процесс исследования, он держится на вот трех таких колоннах. То есть это колонны, которые мы условно разделили на эвристическую. То есть это вот процесс, так сказать, открытия чего-то для себя. И клиент вот что-то для себя осознает в значении такого открытия. Это фасилитационная составляющая, и коуч помогает клиенту и сформулировать свои мысли, и создает условия. Это, опять же, фасилитация создания условий. Он помогает закрепить полученный результат. И он, по сути, ведет, хоть и говорим, что коуч не ведет, но в процессуальной части он, конечно же, выступает в роли фасилитатора. Он помогает клиенту идти в этом процессе коучинга к своему результату, к наилучшему результату этой сессии. И психологическая составляющая, которая важная, очень важная, но и не единственная, и, я бы даже сказал, не самая определяющая. То есть, если говорить честно, то коучинг удержится на эвристической фасилитационной составляющей. Даже без психологической составляющей он состоится, если человек достигает своей цели, если психологические препятствия у него не очень сильно выражены и не являются таким непреодолимым препятствием. Ну, эвристика, да, я вот передаю слово Ксении. Да, буквально в нескольких словах уже о ней сегодня шла речь. Это метод решения сложных задач и проблем, которые позволяют найти решение и стратегии действия в ситуациях, когда исходных данных недостаточно для выработки единственно правильного решения. И многие сейчас сторонники, которые говорят о том, что вука мир сменяется бане миром, вот про эвристику достаточно часто вспоминают. Но при этом эвристика не гарантирует получение результата и правильных решений, она лишь создаёт для них основу. Что здесь, какие две мысли важно учесть, принять во внимание, когда мы говорим про применение эвристики в коучинге. Эвристика – это создание условий для перехода клиента в состояние активного мышления, состояния неподдельного искреннего интереса, уверенности, творчества, вызова и такого потока в режиме саморазвития. И также эвристика помогает создать расширяющий разносторонний, диссоциированный, дистанционный взгляд на ситуацию. И как раз, когда мы говорим про сильные вопросы, про продвигающие вопросы, это эвристические вопросы и это эвристические техники. Как уже говорил Андрей, можно тогда следующий слайд. Есть вторая немаловажная здесь колонна, поддерживающая всю конструкцию вот этого дома, который вы видели на предыдущих слайдах. Это фасилитация. И фасилитационная задача коуча – это поддерживать динамику и структурировать сессию, следуя интересам клиента, для того, чтобы он действительно получил тот результат, который хотелось бы получить. Про вот эту часть можно говорить достаточно долго, так же, как и про предыдущую. Но здесь хочется буквально несколькими примерами собственной практики поделиться. Есть такое понятие, как визуальная фасилитация. И, например, когнитивная карта, либо вот то, о чём я говорила, некий условно протокол, по которому мы работаем в когнитивно-поведическом коучинге, это один из инструментов визуальной фасилитации, который помогает и коучу вести сессию, и клиенту. По-разному мы его применяли, и мы видели разные результаты здесь. И вот пока видятся такие две категории клиентов. Одни, которые говорят, что да, действительно, вот хочу видеть в процессе коучинга, как заполняется эта карта, как белые, значит, такие колонки становятся наполненными буквами, цитатами слов клиентов, и действительно создаётся ощущение работы, продвижения и так далее. Есть те клиенты, которые говорят, что не в процессе коучинга, вот хочу быть абсолютно в потоке, чтобы меня ничто не ограничивало, в конце сессии покажете. И когда коуч показывает в конце сессии заполненную карту, чаще всего у клиентов происходит такое удивление, приятное удивление, как много всего действительно наработалось за то время, которое было в сессии. Есть ещё более интересные подходы, о них тоже можно достаточно долго говорить. Это, например, если вы дружите с системой мира, доски мира, где есть интересные инструменты по визуальной фасилитации, например, используемые всеми любимыми колёса баланса. На досках мира их можно строить очень и очень красиво, очень ярко, при этом давая возможность даже самим клиентам что-то подвигать и какие-то элементы посоздавать. Это тоже создаёт очень классный эффект, очень такое ощущение в потоке, в процессе, и ещё есть такой некий игровой элемент, который многим клиентам нравится. Но да, чтобы вот здесь больше не задерживаться, это может быть тема, например, следующего вебинара. Если будет интересно, конечно, поделимся кейсами. Я знаю, что у Екатерины их очень и очень много, потому что она работала и продолжает работать в бизнесе, в когнитивно-поведенческом подходе, к коучинге и ВПЦ. Перейдём теперь уже конкретно к спецификам когнитивно-поведенческого коучинга, ориентированным на цели. Когнитивная модель. То есть вот если говорить о том, что объединяет разные варианты реализации когнитивно-поведенческого коучинга, так это, конечно же, когнитивная модель. Поэтому, возможно, есть специфика именно в применении когнитивной модели. Давайте рассмотрим, как эта модель видится в коучинге. Начинается она, конечно же, с какой-то ситуации, с которой приходит клиент, которую клиент описывает, с темой, с ситуацией, с какой-то задачей. Конечно же, мы исследуем вместе с клиентом, точнее клиент исследует с нашей помощью, какие мысли у него происходят в связи с этой ситуацией. При этом в разрезе трёх временных ситуаций, то есть это ситуация текущая, это ситуация, когда он достигнет некой цели, и ситуация осуществления каких-то действий. То есть вот три ситуации могут рассматриваться в рамках этого коучинга последовательно от одной к другой. И это заложено как раз в концептуализации. И, конечно же, клиент начинает осознавать и понимать, когда он фокусируется на тех мыслях, которые сопровождают ситуацию, сопровождают его действия, он понимает, что есть взаимосвязь некая между мыслями его и действиями или бездействием. Также он быстро достаточно, как правило, понимает, что есть некоторая взаимосвязь между мыслями и последующими эмоциями, и даже физиологическими реакциями. И всё это, как такой треугольник, связано друг с другом. Но на этом вот коучинг не завершается, на самом деле только начинается, потому что после осознания всех этих моментов, если мы говорим о достижении цели, то необходима деятельность, то есть произвольные действия, которые спланированы и направлены на достижение какой-то цели. А цель, естественно, связана с ситуацией и с необходимостью, с желанием как-то эту ситуацию изменить. И в коучинге это рассматривается как такая вот целостная картина, то есть по сути клиент исследует всё. Он исследует ситуацию, которая является на самом деле превалирующим элементом в исследовании. То есть в основном мы в коучинге помогаем клиенту исследовать именно ситуацию. Но также обязательно исследуем, помогаем клиенту обратить своё внимание и поисследовать, осознать, какие мысли сопровождают вот эту ситуацию и его действия, какие эмоции и, соответственно, как от этого зависит поведение. И вот это как такая вот полноценная ситуация рассматривается как исследование вот этой ситуации со всех сторон. Концептуализация. Сейчас вот я рассказал, что когнитивная модель применяется на каждом вот этом этапе. Этап первый — это исследование ситуации. То есть человек приходит с какой-то задачей, с какой-то сложностью или с каким-то желанием нереализованным. И это можно рассматривать как некую такую ситуацию, тему. В этой ситуации очень важно прояснить сложность. То есть клиенту очень важно понять, в чём, собственно, сложность вот самостоятельного решения этой задачи, этой сложности, достижения желаемого. И, как правило, вот этой сложностью связана специфика его мышления. И только изменением своего мышления можно избавиться от этой сложности. Вот. Не говорю, что только, но вот очень часто, что именно сложно связано с его мышлением, с мышлением клиента и, соответственно, с поведением и эмоциями. Поэтому мы исследуем эту ситуацию, помогаем клиенту исследовать ситуацию не только в ситуативном плане, но и в плане эмоций, мышления и поведения, которые сопровождают ситуацию. Но дальше мы переходим в поле решения. И поле решения начинается с того, что надо представить, как если бы этой сложности не было. Вот это непростая задача, да, такая имагинативная. Но вот мы стараемся оторвать клиента, ну, в хорошем этого смысле слова, от вот поля сложности, от поля проблемы. Чтобы он представил, как будто этой сложности проблемы нет. И что тогда, да, вот эти вот вопросы, как если бы. Вот. И тогда клиент начинает рассказывать, как он представляет вот ситуацию без этой сложности. Что бы он делал, что она бы из себя представляла, эта ситуация. Что бы делали другие люди, которые там связаны с этой ситуацией. Каким мир будет для него в целом и в частности в этой новой желаемой ситуации. И здесь мы определяем цель, достижение которой поможет человеку сделать первый и важный шаг на, вот, к достижению, точнее, этой желаемой ситуации в будущем. И цель должна быть значимой, конечно. Если она значимая, то только тогда мы слышим в голосе, прямо слышим эмоции соответствующие, да. Вот. Мы спрашиваем, какие мысли сопровождают человека, да. Вот в представлении, когда он достигнет этой цели, какие мысли возникнут при достижении этой цели. И, конечно же, эти мысли должны быть такими, что они его сподвигают на дальнейшие действия, на дальнейшее позитивное развитие этой ситуации. Вот. То есть это такое тоже своеобразное исследование вот этой ситуации, но уже в будущем. И, конечно же, очень важно понять, что думает человек, какие мысли сопровождают действия. Потому что от этого зависят в значительной степени, будут ли эти действия совершены. И если эти мысли сопровождаются позитивным эмоциональным фоном, поддерживающими эмоциями и последующим поведением, продолжающим, да, это действие, то вероятность того, что это действие будет совершено, оно значительно увеличивается. Я прошу прощения, на правах фасилитатора у нас еще минут 7 максимум. Да. Тогда постараюсь быстрее пройтись по верхним уровням, которые на самом деле не менее важны, чем вот этот вот нижний ситуативный уровень. И здесь на ситуативном уровне, конечно, видятся модели фасилитационные. Их называют коучинговыми, но вот я бы называл их скорее фасилитационными. То есть они помогают двигаться клиенту и коучу в процессе коучинга от постановки цели к, соответственно, решению и планированию действий. То есть фасилитационные эти модели коучинговые, это Grow модель, там Space, их достаточно много в виде таких аббревиатур. Так вот, вот эти вот верхние уровни, это то, что в принципе определяет то, как воспринимается вот этот нижний ситуативный уровень. То есть понятно, что из-за убеждений человека или благодаря его знаниям происходит совершенно другое восприятие каждой из этих ситуаций. И ситуации текущей, и ситуации желаемого будущего, и ситуации совершения действий. И здесь, конечно, очень важно осознание того, как влияют эти убеждения, как влияют знания на восприятие ситуации. И еще более такой обобщающий уровень, это уровень ценностей. Почему он находится выше? Потому что он скорее такой вот общий, то есть он имеет общий характер для самых разных ситуаций, когда ценности проявляются. И человек руководствуется этими ценностями. И, конечно же, самый высокий уровень – это личностного смысла. То есть, конечно же, мы все движимы в значительной степени смыслом. То есть если мы не видим смысла в чем-то, в достижении цели, в осуществлении действий, не видим ценности в этих действиях и в этой цели, то вероятность того, что мы вообще правильно движемся в нужном направлении, в нашем направлении, в своем направлении, стремительно уменьшается. Поэтому вот в этой конструкции очень важна целостность, чтобы все соответствовало друг другу. И через осознание вот этого соответствия клиент приходит к наилучшему для себя решению. И плюсы и минусы психологического, в кавычках, коучинга. К ним, конечно же, причисляется и когнитивно-поведенческий коучинг. Попробую вот их так в виде, видите, как много этих плюсиков, сформулировать. В чем же вообще плюсы овладения именно каким-то когнитивно-поведенческими или другими видами психологического коучинга. Вот как мы видим, это смысл и ценность этого в том, что коуч начинает использовать научные знания о мышлении и поведении человека. Научные – это значит, что они подтверждены, значит, что они достаточно эффективны и применимы во многих случаях. Нужны они для того, чтобы преодолеть некое стереотипное мышление, автоматические мысли, эмоции и поведение, препятствующие достижению целей. Также плюс психологического коучинга – то, что он структурирует процесс, он помогает структурировать процесс коучинга, когда понятно, что происходит, когда кейс понятен, то есть он концептуализируется вместе с клиентом, и в результате получается ощутимый результат. То есть вот в случае КПКЦ клиент уходит с некой картой, которую мы называем когнитивной картой для клиента, но понимаем, что это, по сути, описание его кейса. Это позволяет продолжить работу вне сессии, то есть клиенту передаются все-таки какие-то знания, есть какой-то дидактический элемент в любом виде вот этого психологического коучинга. Обеспечивает преемственные сессии и стратегический план коучинга. То есть понятное дело, что если понятен кейс, если он клиентом сформулирован, по сути, и записан, то исходя из этого понимания, вот комплексного понимания этого кейса, можно выстраивать уже какой-то план и на следующей сессии уже приступать не с нуля, задавая снова вопрос, а с чем вы пришли, а уже вот раскрывать эту карту и работать с этой картой, если в этом клиент, конечно же, заинтересован. Нет излишней догматичности. То есть когда ты понимаешь, почему надо задавать открытые вопросы и почему можно задавать закрытые, то тогда не возникает боязни задать вот этот закрытый какой-то вопрос, потому что суть на самом деле не в открытости или закрытости вопроса. Суть в том, что лежит за этим вопросом, то есть какой смысл несет вот этот закрытый или открытый вопрос вопрос, какое значение он имеет для клиента. Поэтому особо нацеливаться на то, что задавать только открытые вопросы или только закрытые, нет смысла, надо просто понимать, что за этим лежит. Также нет вот этой догматичности, которую часто мы встречали в отношении исследований прошлого опыта. Конечно же, настоящее будущее строится на основе прошлого опыта. Невозможно полностью оторваться от своего прошлого. Мы сформированы, созданы этим прошлым. Поэтому исследовать тоже в какой-то степени, не углубляясь, не зарываясь в него, не утопая в нем, имеет большой смысл, чтобы опять же от него лучше оттолкнуться и лучше как раз уйти вот в это желанное будущее. Также нет догматичности по поводу использования техник из терапии. Да, можно использовать, если есть понимание, как их использовать. И, конечно же, есть понимание лучше, почему выбрана та или иная интервенция, почему задан тот или иной вопрос. Экспертиза в психологии, конечно же, позволяет коучу лучше понимать и отражать клиенту разные аспекты его ситуации, мышления и поведения. А значит, быстрее приводить, более эффективно приводить человека к осознанию своих сложностей, препятствий, ресурсов и способностей. Есть минусы. Они здесь в меньшем количестве, чем плюс, зато они такие очень жирные, как вы видите. Минус самый большой, конечно же, это сложность во владении знаниями и навыками психологического подхода и в целом научной психологии. То есть достаточно сложно владевать ими. Второй минус – это риск ухода в консультирование и терапии в работе с клиентом. Это очень соблазнительно. Очень хочется уйти и поработать с чем-то более глубоким. И, по сути, мы уводим, можем увезти клиента туда, потому что, задавая вопрос, с чем ты хочешь поработать? Вот с целью, с которой ты пришел, или с нечто более глубоким? Многие скажут, да, конечно же, с глубоким. Но надо понимать, что с этим глубоким работает терапия и работает консультирование. Поэтому, если мы это называем коучингом, то надо оставаться в коучинговой модальности. Просто потому что коуч, находясь в этой модальности большую часть времени, владеет всеми инструментами лучшими. И, наоборот, терапевт и консультант лучше владеют техниками, приемами своего, своей модальности. И лучше поможет клиенту. И третий минус – это не ухода уже, но преобладание психологической составляющей, надавристической и фасилитационной. Это, опять же, может привести, да, не факт, что приводит, но очень может привести к уходу от поставленной цели клиента постепенно и затягиванию коучинга, что не есть интерес клиента, что не есть его цель, с которой он пришел в коучинг, с его пониманием как бы коучинга. И, конечно же, это риск утраты клиентом активной позиции. Она очень важна. И ценность, последний слайд, в оставшуюся минуту постараюсь уложиться, в чем ценность овладения когнитивно-поведенческим коучингом. В целом, как подходом. Для психолога, консультанта, психотерапевта – это новый вид помогающей деятельности, но который очень близок к текущей практике. Поэтому консультанту и психотерапевту достаточно легко будет овладеть этим коучингом. Это обогащение практики, психологической практики, специфическими аспектами и техниками коучинга. Они эффективны, в том числе и в терапии. Эвристика в терапии, как вы, наверное, знаете, тоже имеет очень большое место. И фасилитация тоже имеет очень большое место. Поэтому они могут заимствоваться из коучинга, потому что там они очень интенсивно используются. Выход на бизнес, аудиторию или применение коучинга в своей организации. То есть терапию может быть сложно применить в своей организации, предложить в качестве услуги и так далее. Коучинг ближе к бизнесу, потому что, опять же, коучинг про цели, бизнес тоже про цели, как правило. Для коуча, что дают вот эти психологические подходы и когнитивно-поведенческий подход в коучинге, в частности? Это значительное повышение эффективности коучинговой практики. Коуч начинает понимать, как работать с эмоциями, как работать с мышлением, с поведением, и является ресурсом. То есть он не работает в прямую, но он является ресурсом для клиента. Он представляет этот ресурс. И дальше клиент этим пользуется уже настолько, насколько в этом заинтересован и насколько он готов этим пользоваться. Понимание психологических основ коучинга. И, конечно же, это очень сильно помогает, потому что начинаешь понимать, почему этот вопрос, почему открытые надо задавать чаще, почему именно эти вопросы на этой стадии. И это упрощает коучинг и приводит к меньшему выгоранию, скажем так. Вот я на себе это заметил сразу. Уверенность в применении интервенции с клиентом. То есть почему применяется та или иная техника. Коучинговая техника. Но всегда практически за любой коучинговой техникой, которая считается коучинговой, лежит психологическая основа. И для всех, вот для всех людей, что дает коучинг когнитивно-поведенческий или любой другой психологический, это овладение современной профессией коучи на базе научно обоснованного подхода. Когнитивно-поведенческий подход научно обоснован. Овладение коучинговым стилем мышления. И любой человек, я уверен, кто начинает учиться коучингу, погружаться в коучинг, замечает, что у него меняется мышление. То есть он чаще выходит в мета-позицию по отношению к своему мышлению, по отношению к своим эмоциям, поведению и так далее. И это очень сильно меняет жизнь любого человека. Это понимание принципов мышления, поведения и эмоций. На основе, опять же, научной психологии. И это был последний слайд. Дальше хочется услышать вашу обратную связь, ваши вопросы, комментарии, предложения, несогласия с чем-то или, наоборот, согласия. Андрей, можно сразу... Ой, Ксюша, извиняя. Просто хотела озвучить вопрос, на который мы не стали отвечать в чате. Может быть, его можно прокомментировать голосом. Подскажите, пожалуйста, в чем разница между ценностью и личностным смыслом? Да, мы с удовольствием ответим, конечно же, на этот вопрос. Но вот если мы начнем сейчас углубляться в концептуализацию и в методологию когнитивно-поведенческого коучинга, то мы можем потратить много на это время и быть не очень точными в чем-то. То есть здесь нужно очень последовательно раскрывать, иначе это может быть воспринято как что-то обрывочное и неправильно дальше интерпретировано. То есть просьба обратиться к статье. Вот я сейчас еще раз ее вышлю на сборнике статей съезда АКПП этого года. Там как раз есть определение личностного смысла, ценностей. Значит, если вкратце, вкратце и очень вкратце объяснять, личностный смысл очень сильно связан с я-концепцией. То есть, по сути, он формулируется так. Если я достигну этой цели, если сбудется вот это вот желаемое будущее, то я буду тем-то, то я тогда для других стану таким-то человеком. Я буду вот, я реализуюсь в чем-то. То есть там присутствует, как правило, слово «я», так или иначе. То есть это самая общая часть человеческих представлений о себе в этом мире. И поэтому она вот очень сильно влияет на то, как человек воспринимает ситуацию и на то, как он реагирует на эту ситуацию. Потому что все определяется, по сути, чем нами. Мы, каждый из нас в какой-то степени считает себя центром Вселенной и через себя рассматривает все происходящее, через линзу, да, вот себя, все происходящее вокруг. Поэтому это нечто связанное с тем, как достижение цели, желаемого будущего, меняет нас. То есть кем я буду? Вопрос, да, кем ты будешь? Вот это очень коучинговый вопрос. Кем ты будешь, когда достигнешь этой цели? Вот. И он имеет очень обобщающее такое и влияет на все ситуации, на всю жизнь человека, как правило. Тогда как ценности, они могут влиять на какую-то определенную сферу. Например, человек может озвучить очень много ценностей. Там справедливость, семья, работа, бизнес, там достижение высоких результатов, помощь людям. И вот мы видим, что это распространяется на разные области жизни. Там на работе одни ценности, в деятельности, в семье другие ценности, в отношениях с людьми третьи ценности. И когда решается какая-то цель, она, как правило, лежит в разрезе каких-то определенных ценностей, которые подсвечивают человеку путь к достижению этой цели. Вот. Поэтому они уже менее общий имеют характер. Поэтому они чуть ниже. Но тоже определяются личностным смыслом. Андрей, у нас у Екатерины рука поднята. Да. Да, Екатерина. Меня, да? Да, да, Екатерина, говорите. Да, я хотела сказать, что спасибо, очень структурно все, мне все понятно. о чем идет речь. Очень интересно. И вот хотелось бы уточнить, ну, даже спросить у вас. В принципе, фасилитация, это же по большому счету по возвращению к нам ребенку. Да, вот мы в детстве очень интересуемся, такие познавательные активности наши, да. То есть мы вот, наверное, возбуждаем, скорее всего, вот этот интерес. Правильно я понимаю? Фасилитация. Обращение к нам как к ребенку. Тут просто надо вот, да, в терминах, да, что значит ребенок. Именно вот этот вот интерес, который у нас изначально, когда мы маленькие, мы растем, да, у нас есть такой интерес ко всему, такая исследовательская деятельность, которая со временем табуирует сообществом, сообществом, там, детским садом, школой, ну, неважно, да, какими-то вещами. И вот, в принципе, возможно, возбудив этот интерес во взрослом человеке, это и есть фасилитация. Абсолютно. Да, это одна из самых главных задач коучинга и фасилитации прежде всего, придать уверенность, да, клиенту. То есть... Ребенок, он же не чувствует неуверенности, если, конечно, не забитый, не зашуганный, если он там не травмированный, да. Ребенок здоровый, он активен. Да, то есть это придать уверенность, состояние потока, как бы возможности, да, но это тоже к уверенности, да, решительности, вызова состояния. Поэтому в коучинге есть значительная доля вызова. Вот если сравнивать с терапией, да, то в коучинге мы вот как коуча бросаем вызов, но, конечно, понимая, да, аж кому там, в какой степени этот вызов будет приемлем. То есть очень важно в коучинге первое, это действительно, чтобы клиент почувствовал уверенность в том, что он в состоянии решить эту проблему. Это как раз перевод из поля проблемного в поле решения, чтобы вот все вот мышление перешло вот это в поле, что я могу, я способен, да, то есть это придание уверенности, это состояние потока, и состояние потока даже вот на эмоциональном уровне передается от коуча. То есть мы видим коучи улыбаются, они энергичны, они вот быстро, как правило, так вот реагируют, да. И это вот один из тоже инструментов, можно сказать, да, такой вот стиль коучинговый. Это как раз способ, он не просто так выработался, да, это не случайно, что вот коучи все такие вот заряженные, просто так действительно это помогает клиенту быстрее решать задачи по факту. Клиент заряжается этим. Спасибо большое. Да, и третье, да, это, конечно же, тоже, что вот, что я сказал, уверенность состояния потока, и, Ксения и Екатерина, я забыл, что третье, я сказал, важное. Вот. Ну вот тогда будем считать, что вот это вот основные составляющие, которые можно вот, да, так вот описать, что они фасилитационной частью реализуются. В том числе, помимо организационной, конечно, части, когда действительно надо по какой-то, по какому-то все-таки алгоритму двигаться вперед, а не застревать в какой-то части. Учитывая то, что сессия ограничена, и сессия – это маленькая жизнь, да, как я слышал. Так, какие есть еще вопросы, кто хочет задать голосом, прокомментировать, будем очень рады вас услышать. Да, и возвращаясь к тому слайду, который был в начале, да, может быть, у кого-то сейчас новое знание возникло, инсайт, идея, либо вы столкнулись со своими какими-то внутренними убеждениями. Если такое есть и готовы поделиться, будем очень-очень признательны. можно голосом, можно в чате. Возможно, остались какие-то вопросы, и если большинство поддержит этот вопрос, мы можем еще один такой короткий непродолжительный вебинар провести и этот вопрос обсудить. Да, какие-то убеждения вы услышали вот в том, что мы рассказывали или у себя почувствовали какие-то убеждения, с которыми вот что-то вот внутри такое вот поднималось сопротивление, сомнение, когда что-то вот не совсем так, как вы это понимаете, будет тоже интересно услышать. Или напишите, пожалуйста, мы озвучим. И, конечно же, хочется услышать, с каким новым знанием вы уходите, которое является для вас наиболее ценным в этом вебинаре. Я забыла спросить, можно? Да. Вот смотрите, я так понимаю, что все равно, если мы говорим про КПТ, да, модель, то все равно вот мы говорили первая ступень прояснение ситуации, да, вот мы рисовали ситуацию, потом идут мысли, действия, эмоции, физиология. Но ведь в КПТ, когда мы смерт, допустим, заполняем, мы сначала узнаем о чувствах, что человек почувствовал, и физиология, ну, заполняя дневник, допустим, и потом только идем к мыслям. Здесь, я так понимаю, мы идем сначала к мыслям, а потом идем к эмоциям, или нет? Или я неправильно понимаю? Зависит от сложности, потому что вот этот разбор мысли, эмоции и действия, ну, или SMER, или MET, разные можно сокращение, ABC-модель, вот, они исходят из сложности. То есть, если человек говорит, его основная сложность, вот, с которой он пришел, да, связана с каким-то эмоциональным аспектом. Ну, то есть, он говорит, что вот, я тревожусь перед выступлением. Да, Екатерина, сейчас чуть-чуть только договорю, вот, да, сложность эмоционального характера, тревожность перед выступлением, то мы пытаемся понять, чем она связана, то есть, вот, вы когда, ну, знаем, да, по принципам SMER, что надо конкретной ситуации всегда обращаться, не в общем спрашивать, почему вы тревожитесь, а спрашивать конкретно, вот, вспомните последнюю ситуацию, когда вы тревожились. И вот в этом тоже очень большое, очень большая специфика КПКЦ, потому что мы говорим очень часто об общих вещах в коучинге, а здесь мы больше уходим в какую-то конкретную ситуацию, потому что именно в конкретной ситуации могут быть очень такие серьезные инсайты, когда человек вот погрузился, вспомнил и что-то осознал, потому что в общем очень много, когда в общем что-то обсуждается, очень много рационализации, а мы знаем, что рационализация это, ну, в общем-то, не очень продуктивная вещь, да, то есть все можно объяснить, какую-то объяснительную модель придумать и с этой объяснительной моделью также продолжать мучаться и не решать ничего, вот, а вот когда переходим к конкретной ситуации, вот там действительно кроется истинное препятствие, решив которое мы решим и конкретную ситуацию в будущем, и в общем решим эту проблему по принципам когнитивно-поведенческого подхода, когда мы следуем от частного к общему, а не наоборот. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Екатерина. Присоединяйтесь к группе. Пока думаете о вопросах, комментарии пишите, я скажу, что здесь на слайде еще есть секция коучинг АКПП. Присоединяйтесь, там тоже можно дискутировать и обмениваться материалами, обсуждать что-то, выяснять по поводу когнитивно-поведенческого коучинга в целом и секции когнитивно-поведенческого коучинга в ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. У Елены есть вопрос. Елен, у вас рука поднята. Да, добрый вечер. Вы знаете, почему мой интерес возник в КПТ? Я уже писала по поводу эмоций. Я боюсь выступления, мы выясняем, что появляется стыд. Вот здесь момент. Насколько мы работаем с этим стыдом в КПТ, и когда мы понимаем, что его нужно передать психотерапевту. И вот этот курс коучинга в КПТ, он дает конкретно какие-то технологии, техники и так далее, работы с какими-то такими сильными эмоциями, стыда, вины, страха. И где эта граница? Да, очень важный момент и важный вопрос, на котором можно понять как раз вот прям конкретно иллюстративно, в чем отличие коучинга от терапии. Значит, если клиент приходит с таким вопросом, помогите мне справиться с чувством стыда в момент презентации перед большим количеством людей. Первое, что мы сделаем, мы зададим исследовательский такой вопрос, а у вас это только вот в момент презентации? Это распространяется на другие какие-то ситуации? Да, закрытый вопрос, но все же он очень важный для клиента. Насколько он влияет на другие стороны жизни, вот это вот чувство стыда? Как, вот когда последний раз у вас это было, и было ли это в более ранние периоды? Это такие исследовательские вопросы, которые, в принципе, задает и коуч-терапевт на самом деле, просто потому что, ну, это важные моменты в целом для исследования этой общей ситуации. Вот, и если ответы клиента такие, что да, у меня вот там с детства я боюсь выступлений, я тревожусь сильно, у меня там стыд возникает и не только в этой ситуации, я с этим давно не могу справиться, то понятное дело, что это формулируется скорее терапевтический кейс, да, то есть это терапия. Почему? Потому что здесь цель терапевтическая, здесь, ну, соответственно, выяснение уровня, там, вот, стыда, тревожности, там, страха и так далее должно произойти, и дальше ставится цель на преодоление, на поведенческие эксперименты какие-то, ну, и прочая, там, деятельность стратегически разворачивающаяся, которая поможет справиться человеку не только вот с конкретным каким-то выступлением, но и в целом по жизни, да, вот с этим вопросом. Вот, то есть здесь, естественно, это отражение ситуации, вот в виде совместного такого исследования этой ситуации, и дальше сам клиент начинает понимать, что он не совсем по адресу пришел. Либо, наоборот, происходит конкретизация, то есть человек говорит, да нет, вот у меня вот конкретно вот впереди особенно большое будет выступление, вот раньше я всегда там на 10 человек выступал, на 20 человек и таких своих, да, а тут вот совершенно перед незнакомой аудиторией там 100 человек будет. Я вот беспокоюсь, потому что у меня в целом есть вот какая-то такая вот неуверенность проявляется во всех выступлениях, я тревожусь, и вот у меня руки дрожат. И вот как раз вот в статье, которую выслали, и которая в папке сейчас лежит, этого вебинара, там приводится кейс с дрожанием рук во время выступлений. И вот как там коуч работает когнитивно-поведенчески, вот с этим вот фактором дрожания рук, прям вот иллюстративно приведен. И если это какой-то частный случай, и надо решить конкретную задачу, там выступления, да, вот опять же с точки зрения конкретизации цели, выступления перед конкретной аудиторией, в конкретное время, то что делает коуч? Что можно сделать? Ну, конечно же, определить, какие мысли сопровождают, да, вот, например, там мысль, что я не справлюсь, там еще что-то. И, соответственно, мы подсвечиваем, какая мысль тебе будет больше помогать, какое поведение тебе будет больше помогать, какие эмоции тебе будут больше помогать, что ты сделаешь, чтобы вот запустить, соответственно, это мышление, альтернативное, да, поведение и эмоции, чтобы они тебе помогали во время предстоящего поведения. Но помимо этого, возможно, клиент скажет, вот мне поможет то, что я потренируюсь. Вот можно, так сказать, организовать, и это он говорит нам. Это не мы ему предлагаем, что, а может, ты потренируешься, давай вот поведенческий эксперимент сделаем, и ты заодно вот поймешь, что не так страшно. Соберем там 20 знакомых людей, и ты выступишь. Это сам говорит клиент в качестве вот поиска, да, решений, что вот мне бы помогло, если бы я попробовал выступить перед незнакомыми людьми. Мне поможет, если я буду, там, в той статье, сейчас дай бог вспомнить, если я буду, если я, допустим, вначале скажу, что я, вот у меня дрожат руки. Он, правда, потом там этот, не использует этот прием. Ну, вот какие-то другие такие чисто технические моменты, там, не буду держаться вот там за стол крепко, потому что, сжимая стол, человек тоже себя начинает немножко вот тревожить из-за этого поведения физического, что что-то происходит, он за что-то схватился, как за соломинку. Соответственно, возникают вот эти мысли и ощущения, что сейчас что-то случится страшно и так далее. То есть вот какие-то такие моменты находят именно ситуативного решения, помимо того, что вот в какой-то степени прорабатывает свое мышление, свое поведение и, соответственно, свои эмоции. Вот, то есть все в комплексе. Как вот на слайде с когнитивной моделью было показано, что в основном мы концентрируемся на ситуации с клиентом. Почему? Потому что изменение ситуации, это означает достижение цели. То есть мы всегда задаем себе вопрос, а поможет ли это клиенту достигнуть именно этой конкретной цели, с которой он пришел, или которую он обозначил. Если да, то мы задаем этот вопрос, предлагаем там эту технику или там какую-либо интервенцию. Если нет, это не очень помогает, и это уводит от этой конкретной цели, тогда скорее мы просто будем тратить время клиента и решать какие-то терапевтические задачи, консультационные и прочее, что не является работой коуча. Вот. Здесь как раз еще один комментарий, возможно, он сейчас прям вот по ходу в тему будет от Сергея. Зачем коучу работать с запросом по негативным эмоциям? Разве коучинг – это не про компетенции, цели? Коучинг не работает. То есть он косвенно, конечно, помогает. То есть опять же мы говорим о том, что достижение цели и формулировка цели, например, выступать на конкретном собрании перед большим количеством людей, опыта, которого до этого у человека не было. И вот в осуществлении этой цели ему мешают в том числе какие-то психологические моменты, препятствия. Вот. Если так цель четко сформулирована, да, что сделать что-то когда-то, как почувствовать, что результат был удовлетворяющий. Вот если это в виде такого смарта зафиксировано, то тогда приоритизация получается правильная, да, то есть решается в целом ситуация. Вот. Мы, конечно же, затрагиваем и мышление, мы затрагиваем и отражаем поведение и эмоции человека и планируем деятельность, но это является ли сопутствующим, да, сопутствующим элементом для просто более полного, широкого осознания ситуации и достижения цели. Поэтому если человек пришел с задачей справиться со своими эмоциями, то мы подсвечиваем, правильно ли он, по адресу ли он пришел. И дальше клиент сам решает, потому что стараясь, да, вот переводить, фасилитируя формулировку цели более точную, клиент либо сможет это сделать, либо не сможет. И вот если он не сможет конкретизировать свою цель, да, смортировать ее, то значит это не коучинговый запрос. Вот. Потому что тогда цели не будет. Тогда куда мы будем двигаться вместе с клиентом? Вернее, клиент будет двигаться с нашей помощью. Непонятно куда. Как мы поймем, пришел ли коуч, решил клиент, достиг ли он результата, если эта цель не сформулирована точно. Поэтому если это эмоции, негативная эмоция, то терапевт именно поможет справиться с эмоциями, потому что цель будет сформулирована, исходя прежде всего из диагностики этих эмоций. То есть будет предложен какой-то опросник. Зафиксирована хотя бы даже субъективная оценка интенсивности этой эмоции. И дальше сверка следующей сессии будет проводиться по сравнению с той оценкой, которая была в начале. То есть там человек сказал, я вот по десятибальной шкале тревожусь на 6 баллов. Ну вот, соответственно, на следующей сессии после проведения каких-то интервенций, там, практики, выполнения домашнего задания, осознания, там, и так далее, дальше сверяется, насколько теперь, да, тревожность уменьшилась там или увеличилась. Вот. И это цель терапевтическая. Да, Сергей, я рад, что понятно. Значит, удалось сформулировать это, потому что не всегда это удается сформулировать точно, кратко. Хорошо, коллеги, тогда мы уже задерживаемся почти на полчаса, задерживаем вас. Мы предлагаем, конечно же, продолжить наши встречи. И, конечно, мы будем рады анонсировать и курс КПКЦ, рассказать о нем. Поэтому приглашаю опять вот в группу вступить, и на ней мы определимся, какие дальнейшие встречи, обсуждения, темы мы будем затрагивать на следующих наших встречах и когда. Спасибо вам за то, что были с нами в этот вечер. И до новых встреч. Да, спасибо за ваши вопросы, за вашу активность. Было, как всегда, очень приятно. Приятного вечера, коллеги. Коллеги, спасибо. Да, всем хорошего вечера. До свидания. Коллеги пишут спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, молодцы. Понятненько, супер понятненько. Спасибо, Сергей. Это самое главное. Хорошо. Завершаем тогда встречу. Да, не ответили на вопрос. Вот, Анна. Анна, какой вопрос был? Спасибо.